Виктория Абрашко и Владлена Сапко. Хо-хо, пожалуйста. Размеши свежного, Размеши меня, размеши меня. Здравствуйте. Привет, девочки. Здравствуйте, сиреневые пятнышки. Здравствуйте, девочки. Как дела? Гарни. Так, все хорошо? Да. Такие у вас костюмы одинаковые прям. Где учитесь? Студентки. Где учитесь? Я думал, что, ну, на самом деле, это ответ блондинки был. Да, где учитесь? Студентки. Где работаете? На работе. Сколько вам лет? Хватает. Это, кстати, напоминает диалог с моим отцом. Вот у нас все время так. Папа, папа, что ты смотришь? История с детства. Сын, я смотрю телевизор. Отлично. Если ты не видишь, да. Девочки, расскажите про вас. Почему вы думаете, что сможете юмором заработать деньги? Что, смешили уже раньше людей? Ну, было дело. Ну и как? Секрет. Чего? Это секрет. Нет, мы знаем просто ваш секрет. Наш? Чей? Ух ты. Ну, мы думаем, что мы знаем. Серьезно? Чей из нас троих? Комиков. А в чем же наш секрет? Да. А, вы знаете, как нас рассмешить? Нет. А что у нас есть еще секреты? Мы подозреваем. Просто мы с Викой вот подозреваем. Мы долго думали, реально думали. И мы думали, что... Мы долго думали, Дим, ты слышал? Нет, но реально думали. Думали. И думали, и плакали, плакали. Девочки, и что надумали? Серьезно, мы думаем, что вас за пятки щекочет неведимая сила. Неведомая сила. Сто процентов. У нас есть предложение. Они там под столом ноги парят. Да, у нас есть предложение, чтобы эта тумба была прозрачная. Хорошо, она прозрачная. Это отдельное шоу надо делать. Да, Виктория, Владлена, я верну вас на площадку. У вас одна минута, чтобы заставить комиков смеяться, как хотите. Но всего лишь минута в вашем распоряжении. Начнем? Да. Да, давайте. Вика, где ты была прошлой ночью? Влада, ты не поверишь, я всю ночь провела с этим. Как его? С Владимиром Зеленским, что ли? Вы же бери. Неужели с Евгением Кашевым? Ну, не так высоко. Что с Дмитрием Шепелевым? Ну и как, расскажи. Выспалась. Дима. Да, меня не было дома. Молодец. Молодец. Ну, хорошо. Посмотрим, на кого вы еще компромат. Желтые журналюги буквально у нас на сцене. Хорошо, нам нравится. Вы выиграли одну тысячу гривен. Поздравляем. Поздравляем вас. Вы хотели бы продолжить? Возьмете еще одну минуту для выступления. Следующая ставка. Пять тысяч гривен. Не ищите меня глазами, я здесь. Да. Да? Да. Да. Поздравляем. Поздравляем. В этот момент она столкнулась с поломкой ДВ струбированного двигателя. Дезакасование форсунок типографированного ряда НРД, помимо неусочивой динамки на холостом ходу, спровоцировало разрыв головки блока цилиндра, связка для ошибок на шатуновом механизма. Ну, а все только потому, что форсунки по размеру не подошли. А сейчас мы вам покажем нашего генерального спонсора нашей программы. Типография Полтава Принц. Все виды полиграфических услуг. Ваш выигрыш пять тысяч гривен. А это действительно твоя фотография, признайся, Вова. Покажи девочке еще раз плакат, пожалуйста. Это с официальной фотосессии. Это фотосессия Вовы Зеленского? Официальная. Или это тело Ольги Навродской, приклеенная голова Вовы Зеленского? Похоже на то. Ну, вы же видите эту фотографию не впервые. Я впервые вижу ее. Я вижу впервые. Мне кажется, это вы ее видите не впервые. Ну, ее типография наша печаталась. Вова, это какая-то несостоявшаяся реклама. Да, мне кажется, да. Я рекламировал тогда еще полотенце. Ладно, ну что? Ну, тем не менее, да. Ну, вот-вот, есть такая фотография. Я понимаю, что вы хотели бы выступить еще. Хотим. Очень. Очень хотела. Раз вы хотите. У вас получится, девчонки. Удачи. Мы согласны. Раз, два, три, шутим. Одну секундочку. Вик, а я вчера, представляешь, стою в очереди. И ты не поверишь, кто за мной. Кто? Евгений Кашевой. Подходит и спрашивает, а кто крайний за шаурмой? Ладно. Ну, как ты можешь позорить такого человека, тем более и жюри? Ну, ты не могла сказать, что ты стояла в очереди в бутике или в театре, ну, в автосалоне на крайний случай. О, стою я такая вчера в очереди в автосалоне. Вентли выбираю. Вот. И подходит ко мне кто? Евгений Кашевой. Вот. И говорит, а сколько стоит? А ему 200 тысяч баксов. А он, кто крайний за шаурмой? А теперь ситуация с наклономой каждому. Не-а-а-а-а-а-а-а. А какие слова говорит ваш парень, когда вы прочитаете все смс в его телефоне? Вик, ну, а ты ж такая умная, ты не натуральная блондинка. Ты же крашеная. Так и хочется бить тебе гвоздем в голову табличку с надписью «Осторожно, окрашена». А наша Влада стала девушкой с обертки. Вик, может, с обложки? Может, и с обложки, но у маргарина все-таки обертка. Девочки, милые. И хватило чуть-чуть времени. Хватило, не хватило. А вот было с вами хорошо. И на том спасибо. Хотя они сказали, что вы спались. Спасибо, девчонки. До свидания. Спасибо. До свидания. Мы думаем, что Дмитрий Шепелев прекрасно понимает шутки, потому что у него у самого отличное чувство юмора, поэтому он не обиделся над этой шуткой, которую пошутила Вика. Мы за позитив. Девчонки из Полтавы. Спасибо. Спасибо.